Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 8 мая, 7 утра, у нас плюс 10 градусов. Такая же температура примерно была и ночью, всю ночь. Но сегодня нас ожидает плюс 20, завтра плюс 22, послезавтра плюс 27. И на ближайшую неделю все прогнозы с большим плюсом. Температуры ночные тоже проставлены, ну предварительный прогноз синоптиков. Плюс 13, плюс 11, плюс 12. Такие же, как сейчас, не ниже. И в это время, конечно, уже никаких укрытий я не делаю. Вы видите, что у меня открыты томаты, потому что они уже доросли. Вот эта рассада до этих дадуг. И прикрывая их, уже верхушечки мнутся. Ясно, что плюс 10, вот для нас, для нашего региона и для них теперь. Это будет обычно, часто встречающаяся температура. Ясно, что плюс 10 мы ничего не будем прикрывать. И когда вчера вопрос прочитала в комментариях. Зачем вы так рано высаживаете, чтобы потом отвязывать, колышки выдергивать и укладывать их? Нет. Я не собираюсь их ни отвязывать, ни колышки выдергивать, ни укладывать на землю, чтобы сохранить от мороза. Я же вчера утром сказала фурам, что я настроена на теплую погоду. И настроена на то, что у нас больше не будет никакого мороза. Поэтому я все сделала постоянно, основательно. Ничего мы отвязывать не будем и ничего убирать не будем. Все, у меня такая программа. Высидели навсегда. Сейчас пройдусь быстро по огороду. Сегодня пораньше хочу начать работать, потому что будет днем жарко. Жарковато немножко. Тут у меня приготовлен уже фронт работ. Вот видите, грядка уходящая далеко-далеко в горизонт. Лунки уже намечены. Осталось только сейчас вынести подготовленную рассаду и высадить. И такая грядка не одна. Вчера высадкой не занималась, но зато размечали, маркировали вот эти грядки. Еще вот две таких же грядки тоже длинные-длинные. Это у нас технический проход между теплицами. Вот теплица и вот теплица. Грядки намечены, но здесь я потом расскажу. Тут уже другая система, схема посадки. Тут будет одиночный. Но они на одинаковом расстоянии, как бы квадратно-гнездовой, что ли, здесь метод. Потому что здесь не позволяет. Ну, короче, здесь вот расстояние между теплицами можно высадить только так. Видите, еще здесь мой колышек с веревочками. Как я тут намеряла, чтобы ровная дорожка была. И сразу выставляю ограничители вот такие металлические. Для тех, кто в танке, у нас в семье есть люди, которые в танке, и которые могут нечаянно наступить на вскопанную землю, заступить, когда идут, например, за зеленым луком сорвать или еще что-то. Я делаю ограничители, чтобы вот особо одаренные не случайно не наступили на мою грядочку. Ну и, конечно, с наступлением тепла все цветы начинают активно вылазить, расцветать. И меня вчера очень удивил комментарий одной зрительницы, которая зашла, наверное, первый раз заскочила откуда-то, не знаю, на мой канал. И такая, ой, у вас одни теплицы разве вам не хочется цветов посадить? Зачем так дожить? Не хотите украсить свою жизнь? Она просто не представляет, сколько у меня цветов во всех уголках огорода. Все видели, что у меня помидоры в перемешку с нарциссами, с тюльпанами, с лилиями. У меня их и хосты, и пионы, и флоксы. Я даже сегодня еще специально хотела пересчитать, сколько видов цветов посчитать не смогла. Человек советует мне посадить хоть один цветок. И написала, ну разве вам не хочется петунью? Они такие красивые, белые, красные. Я ей посоветовала посмотреть прошлогоднее видео, где я села тысячи петуний, рассаду выращивала и на продажу, и, конечно, себе выставляла. Вот странные люди. Это то же самое, что зайдя в гости, вот только порог переступить и сказать, а что это у вас, ни мебельной стенки нет, ни каких-то гарнитуров, хотя вся остальная мебель, можно зайти в следующую комнату и посмотреть. Ну вот пишут такие некорректные комментарии, даже не посмотрев, что это на канале показывается. Ладно, не будем о таких людях, которые пытаются учить жизни. Не знаю, по какому принципу они живут. Считают себя самыми умными. Кстати, лук суворового тоже некоторые выращивают как декоративное растение, как цветок. Кто не знает, что молодые листья его можно есть. И он вполне может сойти за цветок даже, действительно. Я как-то все жаловалась на Бету, что она выросла всех больше, что такая огромная. Но вчера случайно увидела, что она вся-вся в помидорках уже. Может быть, это и правда будет какой-то ранний сорт. Я ее высадила самую последнюю, но плоды уже крупненькие. Вот и получается, что она высаженная самая последняя, но всех уже догнала и перегнала. Вот рассматривая подробнее, я увидела, что везде-везде вот прям такие огромнейшие, крупные капли. Я не могу понять, то ли это был дождь. Вот видите, все мокро. То ли это такая ночная роса. И земля уходила вчера вечером, у меня была сухая. Она стала черная, как бы влажная. Вроде дождя не было. То ли был дождь. То ли это какая-то как... И смотрите. Надя, что ты здесь проверяешь? Вот никуда от нее не делаешься, это точно. Липучка, а липучка? Если ранее вот такие красные тюльпаны отсвели у нас во время первого периода жары, то теперь будут расцветать вот эти более поздние сорта. Красивейшие такие, алые, изысканные формы. Они такие, поменьше у них немножко, вот этот бутон. Ну, другого слова не подберешь изысканные. Вот скоро расцветут, я покажу. Я люблю и ранние, и поздние тоже. Ну, и, конечно, скоро заблагоухают пионы. И смотрите, вы, наверное, видели, всегда муравьи у них пьют вот этот вот сладенькое, слизывают. Как всегда уже на них сидят на готове муравьи, ждут, когда откроются цветочки, чтобы там что-то полизать у них. Сегодня, наконец-то, установилась безветренная погода. Сегодня натянем тент вот на эту чудо-теплицу. Буду высаживать, потому что я не могу высадить, пока не натянется тент. Там же потом во время натягивания можно растения повредить. Поэтому я вот терпеливо ждала, когда ветреная погода закончится. Сегодня у нас тишь, благодать. Как всегда, наше красивейшее синее небо. Как всегда, птички веселятся, которые живут у меня в доме. У нас скоро, наверное, крыша поднимется от обилия вот этих птиц, там, птичьих гнезд и птенцов. Сейчас начнут птенцы вылупляться, может, уже вылупились. В хорошую теплую погоду. Тут такой... Вчера, как они ругались, эти воробьи, на вишне, что-то... Как начали прям кричать, червякать, мы с Катькой засмеялись. Я говорю, что это они? Я говорю, наверное, толстого червяка не могут поделить. Я говорю, ну-ка, не ругайтесь. Они даже перекрикивают нас, мы между собой не можем слово сказать так громко. Они там ругались, что-то спорили. Ну, что-то выясняли, короче. Может, какая-то там семейная просто ссора между супружеской парой. У них же там, наверное, своя какая-то жизнь интересная, насыщенная. Весна, все. Вот у нас все хорошо. В ближайшие недели у нас будет хорошая погода. Можно будет каждый день выйти, полюбоваться на голубое небо, послушать птичек. Желательно в тот период, когда они не ругаются, когда они просто поют от счастья. Все, до свидания. Это 8 мая, завтра праздник. Будем сидеть все, как всегда, дома. Но в этом году такая ситуация, ничего не поделаешь. Все равно нужно радоваться жизни. Я вот, если честно, про эти карантины даже иногда я не вспоминаю. У меня в это время каждый год карантин. Я каждый год в это время сижу невылазно, безвылазно в огороде, в теплице. Так что мне не привыкать. Желаю всем отнестись к этому, как к очередному просто, вот как у меня, отпуск на природе. Все, Надя, пошли домой.